Улицы города пусты от снега, а значит сезон электросамокатов официально открыт. По Барнаулу уже можно заметить точки проката. Кстати, в краевую столицу кикшеринговые компании завезли больше тысячи самокатов. Еще 500 на подходе. При этом на дорогах города уже успели заснять юных нарушителей, которые гоняют по проезжей части. Для предупреждения опасных ситуаций на улицах города рейд провели сотрудники госавтоинспекции. 35 км в час не выезжают на дорогу. Автоинспекторы отметили десятки стандартных нарушений, которые обычно допускают водители электросамокатов. Это движение по проезжей части, пересечение дороги в неположенном месте или на красный свет. Автополицейскими было выявлено 67 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами. 28 нарушений совершено несовершеннолетними участниками дорожного движения, не достигшими 16-летнего возраста. А также 4 нарушения лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности. Также сотрудниками госавтоинспекции проведено 74 профилактических беседы с лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности о соблюдении правил дорожного движения. Напомним, с марта этого года появились важные изменения использования средств индивидуальной мобильности. Максимальная скорость передвижения СИМ не более 25 км в час. В жилых зонах до 20. По тротуару и пешеходной дорожке можно кататься, если масса устройства не больше 35 кг. Пересекать проезжую часть водители СИМ должны только пешком. Нельзя теперь погружаться на самокат вдвоем, а уж тем более втроем. И нужно помнить, что приоритет всегда у пешеходов. Также сотрудники госавтоинспекции отметили, что нарушение ПДД на СИМ грозит штрафом в 800 рублей. А если нарушение будет в состоянии алкогольного опьянения – от 1 до 1500 рублей. Мария Мацаева, День с толком.